Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как ТОСы наводят порядок во дворах, выстраивают отношения с управляющими компаниями и с жителями. О благоустройстве, капитальном ремонте домов и о том, что могут сделать собственники жилья, проявляя активность, поговорим сегодня. В нашей студии председатель совета ТОС номер 5 Струковский и Ленинского района Самары Надежда Курапова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Здравствуйте. Мы живем во время перемен сегодня и в сфере ЖКХ в том числе. Скажите, пожалуйста, на что нужно собственникам жилья обратить внимание с Нового года? Что-то для нас изменится или нет? В общем-то, пойдем по старой схеме. Ну, руководством принято решение, что повышение цен на тарифы, мы же всегда, кончается год, начинается новый, и обычно приносят новую квитанцию, и там повышается абсолютно все. Было принято решение, что повышение будет с июля месяца 2015 года. Но я рекомендую жителям обратить внимание на отопление. Дело в том, что у нас одна из самых крупных компаний, это Волжская ТГК, каким-то образом там произошла реорганизация, и во многих домах придет ПТС. Ставка оплаты за тепло УПТС в прошлые годы была выше. Ну, условно, если в ТГК мы оплачивали 1100 за кубометр, то УПТС 1400. Почему и каким образом взяли новый тариф, не понижающий, а повышающий 1400, об этом будет речь вот в эту пятницу на заседании Общественной Палаты Самарской области, где будет проходить круглый стол с приглашением антибонопольного комитета, жилищная инспекция. Обязательно жителей проинформируем, каким образом, потому что прекрасно понимаю, что если сейчас на 300 рублей повышается, то в июле уже по закону, сейчас как бы был договор между двумя хозяйствующими субъектами, но в итоге пострадают жители. Это первая неприятность, которая может нас ожидать. А вот вы сказали обратить внимание на отопление в квитанции, а что можно изменить? Вот мы обратили внимание, повысилось, и дальше что? А дальше я считаю, что если чем больше будет обращений жителей, тем более, что вот я говорю, мы идем на опережение, и в пятницу проводим этот круглый стол, вообще считаем правомерно или неправомерно это. Это нам должна объяснить антибонопольная служба, потому что деятельность тепловых компаний, она попадает под эту службу. У нас же нет другой организации, другой трубы, чтобы нам пришло тепло в дом. В этом году, до мая месяца, все управляющие компании, которые обслуживают жилой фуд в городе Саммер, должны пройти лицензирование. У нас их 219 управляющих компаний. Есть большие управляющие компании, такие как ПТС, есть маленькие, которые обслуживают 3-4 дома. Что такое лицензирование? Лицензирование – это сдача определенных экзаменов именно руководителем управляющей компании, либо лицом, который отвечает за управление жилого дома. Но, познакомившись с этим законом, я не увидела наличия, например, материально-технической базы. Ведь как обслуживать? Что такое управляющие компании? В основном они общие с ограниченной ответственностью. Уставной капитал этих организаций всего 30 тысяч. А мы доверяем им свое жилье, причем такие платежи, которые из года в год растут. Какие услуги они нам будут оказывать? Даже губернатор на своем ежегодном послании сказал, что будем проверять все абсолютно управляющие компании, чтобы недобросовестные организации ушли с этого рынка. Каким образом жители могут сами повлиять в этом плане? Вот сейчас, в настоящий момент, формируется группа общественных контролеров. Именно по всем направлениям мы знаем, что у нас общественный контроль. И если есть люди, которые бы хотели поучаствовать в этом, я рекомендую обратиться либо в общественную палату, либо зайти на сайт, посмотреть жилищную инспекцию, где есть заявление, потому что обучение будет проводиться под эгидой жилищной инспекции. Скорее всего, это будет во второй половине февраля, поэтому сейчас жители могут свободно зайти. Кроме всего прочего, у нас действует закон о раскрытии информации деятельности управляющих компаний. К сожалению, молодое поколение, оно все занятое, а все это печатается в электронном варианте на сайте той же самой жилищной инспекции, но это не значит, что вы не можете узнать, каким образом работает ваша управляющая компания. Письменные запросы никто не отменял. То есть можно задавать вопросы, и в течение 30 дней управляющие компании обязаны ответить. Если они не отвечают, то в этом случае можно подключать уже и жилищную инспекцию, и прокуратуру. Причем после лицензирования управляющей компании у жителей появится реальный рычаг избавиться от недобросовестной управляющей компании. Даже несмотря на то, что она получит лицензию на продолжение деятельности. Да, но если она не будет работать так, как положено, дома будут находиться в том же состоянии, в каком и сейчас, то наложение административного штрафа на управляющие компании несет за собой, там, я не помню, 3 или 4, если наложить, то ее лишают лицензии. В этом случае эта управляющая компания не будет иметь право работать в этом бизнесе. Вот, Надежда Ивановна, вы думаете, это реально, что 3-4 обращения, жалоба, заявления, и компания большая, допустим, даже лишится права работать? Я считаю, что да. Если не получается, суд никто не отменял. Нужно просто запасаться доказательной базой. То есть составлять акты технического состояния жилого дома. У нас сейчас практически во всех домах созданы советы на квартирных домах. Составление этих актов и будет, ну, фотографии, естественно, текущих троп, там, некрашенных подъездов, там, электропроводки, которая оголена, это тоже является доказательной базой. И через суд, в принципе, вполне реально. Ведь у нас же есть опыт, когда управляющие компании условно выставляли, например, на ремонт подъезда 300 тысяч, а затем через суд снижали до 100 тысяч. И такие факты есть. Просто нужно проявлять активность. Составлять протоколы о том, что не вовремя вывозятся контейнерные площадки, не убирается мусор, не убирается снег, не посыпается. Вот сейчас очень злободневно, очень скользко. Да, это как раз хотел коснуться этой темы. Вот общественность может как-то повлиять на эту ситуацию, если дворы не чищены, дороги внутриквартальные не чищены, люди травмируются. И как-то вот тоже управляющую компанию привести к какому-то штрафу или к чему-то за то, что были нарушены вот эти нормы уборки. У нас же в каждой администрации есть административные комиссии по нарушениям не только там в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по торговле. Вот в административном кодексе Самарской области там очень много пунктов, которые влекут штрафные санкции как на жителей, так и на организации. Ну, например, на жителей, давайте скажем, что выбрасывание мусора из балконов, из окон влечет штрафные санкции в размере от двух до пяти тысяч на физическое лицо, то есть непосредственно на жителей. И если жители живут как бы в одном доме, все равно знают из какого окна, из какого окна. Но это же все равно нужно знать, но это же нужно зафиксировать, чтобы дать ход вот этому делу, да, вот оштрафовать, наказать. Да, есть пошаговое действие, чтобы привести человека к штрафу или каким-то образом его наказать, если он нарушает. Значит, во-первых, необходимо составить акт. Акт составляется даже не членами административной комиссии, а просто жителям, проживающим в этом доме. Соседи прекрасно понимают, что этот человек, ну, вот таким образом хулиганит, мягко говоря. Они фотографируют этот же мусор бытовой. Зачастую в этом мусоре бывает и газеты, где даже написано, из какой квартиры все это вылетает. Затем этот протокол в течение суток несется в административную комиссию. Ну, он пишется, в принципе, в произвольную форму комиссии в составе таких-то, таких-то, проживающих там-то, там-то. Составили настоящие акты, что вот по факту, например, 25-го числа в 12 часов из окна такой-то квартиры был выброшен мусор и фотографии этого мусора. Ну, на первое время, конечно, этого товарища пригласят, поговорят. Если он и дальше будет продолжать, то здесь уже накладывается административный штраф. То же самое можно сделать и на управляющей компании. Если систематически не вывозится мусор с контейнерной площадки, она также фотографируется. Есть график вывоза. Все телефоны, в принципе, ну, при желании их можно найти. Есть оперативные дежурные в каждом районе. Вот, по крайней мере, своим жителям, я всем говорю, но уже запомню, только один телефон оперативного дежурного. И тогда он вам подскажет любой другой телефон. Составляются точно так же акты. И мы этим, кстати, очень активно пользуемся. Мы, я имею в виду ТОСы, потому что нам даны такие полномочия, что при условии, если мы занимаемся чистотой города, причем чистотой территории своей, то по окончании квартала у нас идет доплата. Если составляется не менее 15 протоколов административных. Выгодное дело составление протоколов, да? Нет, нет, нет. Я хочу сказать, в общем-то, протокол составляется не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы исправить ситуацию. Поэтому зачастую до протоколов дела не доходят. То есть составляем акт, звоним в ту же самую управляющую компанию, говорим, ребята, исправляйтесь. И это работает, работает. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Тамара сообщает, что счетчики у них стоят на горячую и холодную воду, но мы платим по квитанции не по счетчикам. Мы можем пойти в ЖИО, чтобы... Можем ли мы пойти в ЖИО, чтобы нам сделали перерасчет по показаниям счетчика? Вот это что-то за ситуация такая. Нет, все понятно. 261-е постановление правительства Российской Федерации по энергосбережению определило, что, в принципе, для экономии всех ресурсов необходимо установить счетчики. И окончательный срок был как раз вот январь 2015 года, и тем жителям, которые не установили эти приборы учета, должно идти повышающий коэффициент. Сначала 1,1 с нормативом и так далее, до полутора. Это вполне приличные деньги. Я не знаю, будет ли вводиться в этом году, учитывая экономическую ситуацию, эти повышающие коэффициенты. А по поводу вашего вопроса, конечно, после установки приборов учета необходимо акт о вводе в эксплуатацию было отправить в управляющую компанию. Дело в том, что у нас сейчас в городе полное вакханалие. Кто-то платит через свою управляющую компанию, кто-то напрямую оплачивает КСК, водопроводные комбинационные компании. Поэтому сейчас у жителей до 6-7 квитанций приходит ежемесячно, и, конечно, в этом разобраться очень сложно. Я рекомендую вам, в зависимости от того, с кем, кому вы оплачиваете, посмотрите, пожалуйста, свои квитанции. Если это КСК, то вам нужно прийти на Луначарского 56 и отдать этот акт. Написать заявление, что он у вас введен в эксплуатацию, причем нужно посмотреть, опломбирован ли он, кто вам выполнял эти работы. Если вы их установили сами, я думаю, что там будет проблематично, потому что счетчики принимают в эксплуатацию после того, как он пройдет опломбирование. И, естественно, если у вас все нормально, то та организация, через которую вы получаете эту услугу, обязана сделать перерасчет. Понятно. Следующий вопрос можно назвать даже личным. Сколько вы работаете в этой сфере? Я работаю 15 лет. Я с момента создания территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа Самары. В этом году уже 16. В прошлом году мы отмечали юбилей. Да. Если продолжить тему благоустройства и порядка во дворах, какие еще штрафы будут введены, может быть, для тех, кто нарушает вот этот самый порядок? Про мусор мы уже сказали. А что еще может быть? Вот всех нас беспокоят там те же люди, которые выгуливают собак и каких-то норм не соблюдают. Еще что-то может быть? Ну, собаки – это наши друзья меньше. Понятно, что их нужно выгуливать. Вот в административном кодексе есть статья, где налагается штраф на жителей, которые выгуливают собак без поводков и без намордников в скверах, парках, ну, в определенных местах. Но есть еще у нас такая проблема, когда весной сходит снег, очень много вот собачьих экспериментов везде, и на площадках, и на дорожках, и так далее. Опыт других городов показывает, что людей постепенно нужно приучать к цивилизованному уходу за животными. Есть же маленькие города, и были несколько сюжетов, по-моему, даже по вашей телекомпании, где в определенных местах, в тех же самых скверах, парках, там, где, в общем-то, и выгуливают собак, потому что на улицах и площадях там люди ходят, и там невозможно. Люди как-то приспособились в связи с тем, что нет определенных площадок, выгуливают в определенных местах. Там просто, напросто, администрации города либо какими-то общественными организациями, тем же самыми зелеными, зеленые лигой, выкладываются пакеты, ставятся те же самые совочки, и жители, видя пример других, постепенно как бы к этому приучаются. Может быть, есть смысл начать именно с этого, сначала бесплатно. Штрафовать и фиксировать, и куда-то вот связываться, идти в комиссии, разобираться. Да, может быть, лучше дать вот сам механизм, и жители же сами прекрасно понимают, потому что на следующий день пойдешь, и опять же, вляпаешься куда-нибудь, прошу прощения. Следующий вопрос от Ольги. У нас промышленный район, кооперативный дом, за отопление полторы тысячи рублей в месяц мы платим, трехкомнатная квартира, 60 метров, 67 квадратных метров. Как вы думаете, это нормальная сумма полторы тысячи за такую? Вы знаете, здесь надо разбираться. Во-первых, нужно посмотреть. У нас же есть дома, те же самые кооперативные, ТСЖ, где у них отопление идет непосредственно своя котельная. Либо это, если это котельная, то какая, газовая или угольная, потому что, например, у нас очень большие доплаты за отопление оплачивает красная глинка. Там у них котельные, угольные, а уголь очень дорогой. Но надо сказать, что у нас есть субсидия на возмещение затрат. Если суммарная сумма за все платежи, включая свет, газ, воду, отопление, содержание, превышает 22% от совокупного дохода семьи, то в этом случае вы имеете право на субсидию, независимо от того, проживаете вы в ТСЖ или в кооперативном доме. Поэтому я не могу сейчас вам сказать, нужно знать, какой поставщик у вас обслуживает вашу. Эту информацию вы можете получить в своем ТСЖ, в своем кооперативе, у председателя кооператива. Она должна открыть вам договор, все эти тарифы, и уже исходя из этого смотреть. Да, и просто поинтересоваться у соседей, может быть, сколько платят они, если вот они в таких квартирах. Это должно быть приблизительно одинаково или нет? Конечно, ну тариф-то единый, просто в зависимости от площади. Если у меня площадь однокомнатной квартиры 18 квадратных метров, и если у вас 63, естественно, вы за отопление будете платить гораздо больше, в разы. Любовь Герасимовна, у нас муниципальная квартира, и кто нам должен устанавливать приборы учета в таком случае? Приборы учета в любом случае устанавливаются собственниками и нанимателями, проживающими в данной квартире. К сожалению, это так. Мы этот вопрос рассматривали, это года три назад, когда был введен этот закон, что поскольку жилье как бы не наше, в соответствии с договором по социальному найму, ведь вы взяли только саму квартиру, а все оборудование, которое находится у вас там, это ваша личная собственность. Вы же устанавливаете там условно ванну, либо там кабину какую-то, газовую плиту, чтобы употреблять эти услуги. И по мере того, как она выходит из строя, естественно, вы их ремонтируете и устанавливаете. Во-первых, это выгодно, я хочу сказать, на собственном опыте. У меня газовый счетчик стоит уже, я уже поменял первый раз 10 лет, сейчас я газовый счетчик купила, новые тарифы, но и увеличился срок службы на 15 лет. Вот по сравнению с тарифом у меня раз в 5 дешевле. У нас 3 человека прописано, поэтому это очень выгодно. А плита у вас одна газовая? Потому что вот недавно вышло постановление, что если одна газовая плита, счетчик можно не устанавливать. А вы в любом случае, даже если установили, ничего не потеряли, а только выиграли. Нет, у меня не только плита, у меня плита и газовая колонка. У меня нет горячей воды, поэтому мы греем через колонку. А вот как вы прокомментируете вот это постановление, что если одна газовая плита в квартире, то можно счетчик не устанавливать. Это в связи с чем? Почему можно не устанавливать? Вы знаете, вообще это как бы довольно-таки затратное. Первоначально было. Я не знаю сейчас, сколько стоит установка одного. Во-первых, нужно там сделать проект, затем купить вот этот счетчик, установить его. Если человек один, то там надо посмотреть, какой норматив она оплачивает. Если у вас там 3 человека, то, конечно, это выгонит. Потому что один человек, мы как-то считали, приходила бабушка, она окупает и получает прибыль уже на 8-9 год. То есть получается, что она вкладывает деньги, а потом за счет того, что платит меньше, как бы эти деньги отбивают, но смысла, в принципе, никакого нет. Это чистая экономика. Все должно считаться. Можно просчитать. Михаила интересует, на какой стадии учета сейчас услуга, чтобы все расчеты были в одной квитанции, а не в нескольких? Может быть, вот и речь идет о капитальном ремонте, сейчас она, вот эта квитанция приходит отдельно? Нет, давайте посчитаем, сколько у нас вообще квитанций. Первая квитанция приходит либо от управляющей компании, либо от ТСЖ, кооператива, ну, кооператив оставим, потому что они обычно все туда, от управляющей компании. Там идет содержание жилья, капитальный ремонт мы сейчас получаем отдельно, квитанцию. Подавляющее большинство организаций сейчас перешло на прямые договора по воде горячей и холодной. Затем за газ мы оплачиваем отдельно, за свет подавляющим большинством отдельно оплачиваем. Ну, и если еще посчитать там телефон, интернет и так далее, то получается порядка пяти-шести квитанций с одного человека. И никаких вот усилий для того, чтобы все это как-то вот в одну квитанцию саккумулировать, нет, да? И нет смысла, может быть? Вот почему? Ну, дело в том, что это совершенно разные организации. Ну, вот капитальный ремонт. Создан специально фонд, региональный фонд проведения капитального ремонта. Поэтому, чтобы эти деньги не путались в управляющей компании, потому что были такие случаи, когда управляющая компания собирала деньги, а не отдавала их поставщикам, либо задерживала оплату. У нас сейчас идет эта программа. К сожалению, не все жители понимают, что необходимо оплачивать капитальный ремонт, потому что это как раньше черная касса была. Мы скидывались по своему помощи. По 5 рублей скидывались, кому-то отдавали, он мог что-то купить. Аналогичная ситуация и сейчас. Главное, нужно понять, что от этого никуда не уйдешь. От того, что люди не платят вот сегодня вовремя, это не значит, что с них спишут. Ни в коем случае. Это как снежная комната. Просто потом будет гораздо сложнее оплачивать, когда к вам придет тот же самый судебный пристав, либо вас вызовут в суд. Зачем доводить до этого? В любом случае, все дома будут отремонтированы. Особенно, я не знаю, обратили внимание жители или не обратили внимание, особенно это ярко видно в центральной части города, где находится наш ТОС, Ленинский район, Самарский район. В этом году было отремонтировано практически все жилые дома, фасады. Это, правда, было по другой программе. Это была из бюджета города программа по ремонту фасадов к 2018 году. Очень много плитки положили, дороги ремонтируются, коммуникации меняются общие. Поэтому потихонечку город все равно преображается. А как будет решаться вопрос с дикими дворовыми собаками? Что они сегодня никому не мешают? Например, вот мою собаку они загрызли насмерть. Ну, вернемся опять же к административному кодексу. Своих собак нужно выгуливать на поводке и в наморднике. Это обязательное условие, и в этом случае, я думаю, такого бы не произошло. По-прежнему в городе действует программа по бродящим животным. Информация о этих бродячих животных собирается в коммунальном отделе администрации каждого района территориально. Понятно, что собаки не сидят и не ждут, что сюда приходят. Ну, я сама лично присутствовала, когда вызывала бродячих собак на Лолжский проспект. Они сначала прикармливают этих собак к определенному месту для того, чтобы они затем их отлавливают, увозят на красную глинку, там стерилизуют. Если собака больная, ну, понятно, что... Но вообще вот, не знаю, согласитесь вы или нет, но визуально их стало меньше, да? Вот раньше как-то больше. Гораздо меньше. Я помню, что ходила по Струковскому парку, там вообще пройти невозможно было вечером. Есть, конечно, сердобольные старушки, которые как бы их и прикармливают, и они, естественно, плодятся. Но сейчас их стало гораздо меньше. Могут ли тариф менять за отопление каждый месяц? У нас кооперативный дом, мы платим уже 7 месяцев. Входит ли ТБО в содержание жилья? Или самостоятельным пунктом оно выставляется? Надежда. Ну, вот тут два вопроса. Да, я поняла. Я так поняла, что за отопление вы оплачиваете в течение отопительного периода, за 7 месяцев, начиная с октября по апрель или май, как там заканчивается отопительный сезон. Понятно, что в зависимости от температуры воздуха наружной идет большее потребление тепла. Поэтому у вас эта цифра, естественно, меняется. Обычно самые холодные – это декабрь, январь, потом идет на снижение, ноябрь, октябрь. Поэтому, скорее всего, у вас есть и прибор учета, если у вас кооперативный дом, если у вас идет оплата ежемесячная. Поэтому можно посмотреть показания прибора учета. Я думаю, что это не секретные данные. И председатель ТСЖ, либо управляющий, она ведет журнал, где есть показания. Умножаете на тариф, получается общее количество, которое идет на расход всего дома. Вы вводите на один квадратный метр, умножаете на свою площадь и проверяете, правильно вам начисляют или неправильно. Можно. Тоже можно. И второй вопрос, входит ли ТБО в содержание жилья или самостоятельным пунктом выставляется? Нет. ТБО – это что такое? Это твердые бытовые отходы, которые вы выносите на контейнерную площадку, либо там бросаете мусоропровод. Ну, в окно хотел сказать. Ни в коем случае в окно нельзя. Либо мусоропровод, но из мусоропровода в любом случае они уходят на полигоны. Также есть договора. Вы можете также поинтересоваться у своего председателя ТСЖ, на какую сумму у вас заключен вывоз твердых бытовых отходов. Ну, еще собирается крупногабаритный мусор. Каким образом он у вас вывозится, это тоже вам должен ответить председатель. В управляющей компании это идет по одной строке, там по кольцу уходит машина с какой-то периодичностью, собирает те же самые елки, которые сейчас мы выкидываем. Хотя, в принципе, по положению, когда вы делаете ремонт в своей квартире, весь мусор должны вывозить самостоятельно. Но мы же этого не делаем. Мы все унесем на контейнерную площадку. Следующий вопрос от Галины Михайловны. Мы уже два месяца хотим, чтобы нам приносили квитанцию, а нам не приносят аэродромная 60 по капремонту. Галина Михайловна. Ну, я вам могу сейчас сказать, телефон вот этого фонда капитального ремонта, там есть горячая линия. Можно туда позвонить, и уже не вы будете ходить и выяснять, где потерялась ваша квитанция, а сам фонд этим займется. Запишите, пожалуйста, телефон. Значит, телефон 212-01-05. Телефон горячая линия 212-01-12. И последний телефон, тот же самый 212-01-63. И туда сообщить. Валентина Николаевна, за общедомовые нужды я плачу 351 рубль. За капремонт пришла отдельная квитанция 202 рубля. Не много ли мы платим? Ну, в соответствии с законом о проведении капитального ремонта, в зависимости от того, какой этажности у вас дом, были определены сумма оплаты. Это 5 рублей 0,7 копейки, если до 5 этажей дом, и 5,87, если от 5 и выше. Эта цифра определялась расчетным путем, ну, условно, для проведения ремонтных работ на кровлю, в зависимости от того, какая это кровля, там, шиферная или металлическая. Есть условная циферка какая-то. Ну, условно, например, там, рубль, там, 20 на 1 квадратный метр. В зависимости от площади вашего дома, нужно собрать эту сумму. Почему выбрали именно эту циферку? Понятно, что... А вот чтобы проверить, умножить вот это вот на квадратный метр? Да, если у вас до 5 этажей, то 5,07 вы умножаете на площадь, на площадь. Да, вот поэтому... Вот получится та сумма, правильно она у вас выведена? Если правильно, то, значит, это вот норма, да, в соответствии с законом. Старый Загор, мы квитанции носим на металлург. Мы пенсионеры, нам здоровье не позволяет этого делать. Как можно этого избежать и платить за все в одном месте? Вот со Старой Загор и квитанции носят на металлург. Это за какую-то определенную услугу. Ну, каким образом вообще происходит оплата жителей, да? У нас, я сказала, 219 управляющих компаний. Каждая из этих управляющих компаний заключает договор с какой-то кредитной организацией для того, чтобы жителям было удобно оплачивать эти квитанции. Я не знаю, какая у вас управляющая компания и с кем они заключили договор. Понятно, что вы можете оплачивать и там рядом какую-то кредитную организацию, там будут браться пени. Поэтому, я так понимаю, пенсионеры идут именно туда, ЖЭО это, может быть, у них своя приходная касса. Но я считаю, что необходимо как бы встретиться с управляющей компанией. Попробуйте переговорить с ТОСом, который находится на вашей территории. Это ТОС организует такую встречу с жителями, где бы жители могли высказать свои пожелания, предложения и найти какое-то компромиссное решение. А сейчас вот вводятся такие социальные карты, с которых там можно как-то за что-то и платить. То есть там очень много будет функций. Такого пока нет у пожилых людей, чтобы воспользовались с карточек. Как-то где-то вот не ходить куда-то, а с банка, с банкомата. Это предмет переговоров в любом случае. Это необходимо решать на месте. Я думаю, что управляющие компании заинтересованы в том, чтобы жители вовремя оплачивали платежи, потому что они работают только на наши деньги, других-то, в принципе, источников финансирования-то нет. И поэтому нужно разбираться конкретно, вот конкретно в этом случае. Попробуйте написать в администрацию района, там, в принципе, за все, что происходит на территории отвечает глава администрации. Глава администрации переговорит с этой управляющей компанией. Чем больше будет заявлений, тем быстрее будут решаться вопросы. Молодой человек, к сожалению, не успеваем мы задавать вопросы, но все распечатаем, вам отдадим, чтобы, если будет возможность, еще подробнее проконсультировать людей, позвонивших. Спасибо огромное за то, что пришли, так подробно и, главное, доступно рассказали о всех перипетиях, хочется сказать, которые происходят в ЖКХ. Всего хорошего, до свидания. Спасибо и вам за внимание и активность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова